Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы будем говорить о вневедомственной охране. И есть для этого, скажем так, хороший повод, потому что юбилейные события произойдут 29 октября. Вот совсем уже скоро, 70-летие вневедомственной охраны. Что это такое, как это работает сегодня, рассказывают в нашей студии заместитель начальника Люберецкого отдела вневедомственной охраны майор полиции Евгений Васильевич Поперный, который уже был здесь у нас когда-то, по-моему, год назад, наверное, да, может быть, даже больше. И командир батальона Люберецкого отдела вневедомственной охраны, подполковник полиции Александр Анатольевич Тимоховский, здравствуйте, и, естественно, серьезные, солидные люди, которые занимаются вроде бы таким делом. Ну, охрана – это ж такое дело, вот если нападут, то надо охранять, а если не нападут, так вроде и работы нет. На самом деле вопрос очень серьезный, и мы еще в прошлый раз на той встрече обсуждали самые разные подходы к этому делу. Несмотря на то, что мы живем в век цифровых уже технологий, можно даже камеру дома повесить, которая будет… Вот мы на работе раз заглянул там в телефон, если связь есть, и смотришь, как у тебя там по квартире твоя кошка гуляет, например. Но все равно есть определенные сложности, мы их сейчас с вами обсудим. И первый вопрос заместителю начальника, Евгений Васильевич, а что, вот почему именно 70 лет, и зачем понадобилась неведомственная охрана, когда вроде как есть полиция, ну пусть и охраняют. Зачем она появилась? И как вот за это время она преобразовалась в тот орган, который существует сегодня? Ну, если своими словами, раньше же у нас были градообразующие предприятия, которые могли позволить себе охрану своих ведомств, она называлась «Ведомственная». Маленькие объекты, магазинчики, палатки не могли такого позволить. И было принято решение создать доступную охрану, и назвали ее «Вне ведомственной». То есть профессиональных людей, которые специально, ну, их натаскивают именно под работу человека, который охраняет, и выполняет те функции, которые и для магазинчика, и для какого-нибудь там другого объекта. Так появилась неведомственная охрана. Да, ну она сторожевая сначала была, то есть технические средства потом появились. А сторож сейчас остался, наверное, только где-нибудь на автостоянках каких-нибудь, понятия сторож, да? Ну, это мы так, сторожевая-то. Да, да, да. По-советски сторожевая. Ну, то есть это какой-то такой дополнительная необходимость, которая снимала определенную... Ну, понятно, что все равно вы с полицией сотрудничаете, если наступает какой-то момент, да, вызываются, я так понимаю, какие-то еще дополнительные наряды и так далее. Но это был дополнительный орган, который помогал решать вопросы охраны, не только даже с точки зрения решения уже, не дай бог, кто-то влез, но и просто для профилактики, чтобы никто даже и не думал. Ведь это тоже одна из ваших работ, что если вы берете под защиту, то уже какой-нибудь там нечистый на руку человек сто раз подумает, нужно ли ему лезть туда, где могут по рукам дать. Но прошло 70 лет. Что сегодня вне ведомственной охраны в городском округе Люберца? Да, это большая. Охрана тоже менялась, как я уже сказал, начиналось все со сторожевой охраны, после появилась уже техническая, технологии, видеокамеры, разные системы охраны. Да, машины берем под охрану, сейчас в любой точке страны можно взять и объекты, и квартиру, и машины, все что угодно под охрану. Ну, развивается, растет, как и государство наше в целом. И будут какие-то события, связанные с 70-летием, вы нам о них расскажете, а сейчас вот командиру батальона, Александр Анатольевич, вот вы подполковник, то есть человек опытный и так далее, вы, наверное, хорошо разбираетесь и в психологии, ну, просто гражданина, да, который, ну, просит, чтобы под охрану что-то взяли. Наверное, психологию преступника, который, вы же против него боретесь, вы должны знать, где он может проникнуть, да, ну, приблизительно. Вот как вы выстраиваете, когда, например, происходит реагирование, важное наше целое, поэтому, что не всем можно поделиться, но вы занимаетесь именно реакцией на что-то. То есть надо быстро приехать и что-то сделать, да? Совершенно верно. Для этого у нас существуют наряды групп задержания, состоящие из двух сотрудников, экипированных, вооруженных. Вот в этом у нас принципиальное отличие от других охранных структур, поскольку мы являемся представителями государственных органов власти и наделены полномочиями. Наношение оружия. Вплоть до того, что применение физической силы, спецсредств и, естественно, оружия. В случаях, которые определены законом о войсках национальной гвардии в данный момент. То есть это то, что нет у других, скажем, охранных агентств, которые не являются государственными? Совершенно верно. И поэтому вот они иногда пользуются такой лазейкой. То есть объясняют гражданам, что они осуществляют охранные услуги, берут с них деньги, а реагирование и выполнение всех функций по защите собственности или объектов, когда надо, возлагается на нас. То есть вот это, может быть, слышали, раньше это было, как называлась кнопка тревожной сигнализации, сейчас мы ее называем кнопкой экстренного вызова наряда. Но суть та же, когда кто-то нажимает данную кнопочку, которая установлена на объекте, прибегает наш наряд. В кратчайшее время, естественно, вооружен и деперован, и в соответствии с ситуацией принимает какие-то решения и действия. И имеет полномочия на принятие этих решений. Совершенно верно. Как-то. Либо задержание гражданина, совершившего административное правонарушение, либо преступление. Применение, как я уже повторюсь, спецсредств, наручники, балки резиновые там. И, естественно, доставление в территориальный орган полиции до выяснения причинства. Да, мы еще поговорим об этом сотрудничестве, когда там наступает приют полиции. Но вернемся сейчас к юбилейной дате. Будут, наверное, какие-то грамоты, какие-то вручения. Что-то будет? Какое-то заседание торжественное по этому поводу? Я имею в виду, может быть, где-то в главке, как раньше говорили. Или, может, дадут премию какую-нибудь? Надеемся. Надеемся, да. Да, второе место, конечно, будет. Это и подготовили значки, медали, всякие разнообразные памятные книги, календарики. Основная торжественная часть будет, мы филиал являемся, Люберецкий, Московский область, 32 филиала. Основные празднования будут в городе Иреутов, где находится наше управление, главное управление и управление медицинской охраны. Ну, то есть там будет торжественное заседание, да, все понятно. Концерт. Подведение итогов. Но, говоря сейчас конкретно о любви, насколько сейчас востребованы ваши услуги, вот, ну, понятно, что мы не все можем называть и так далее, но, вот, когда, например, идешь и в магазине написано, там, под охраной такого-то, под охраной такого-то, то, хочешь, не хочешь, но глаз как-то это хватает, историю, хотя, как вы понимаете, у меня нет никакого желания там что-то такое нехорошее сотворить. Вот, насколько у вас сегодня много, скажем, как потребителей ваших услуг, и как это все происходит? С вами заключают договоры, и сколько он продолжается, или пролонгация потом, или если, например, не дай бог, они закрываются, или исчезают, или хотят отказаться от ваших услуг, как это работает, схема? Ну, если брать именно Люберцы, то мы охраняем порядка двух тысяч клиентов. Две тысячи? Это и объекты, и квартиры, и дома, и гаражные кооперативы, и достаточно востребованно. Я даже не знаю, в любой магазин приди, везде висит, ну, не обязательно нами, но охрана сейчас такая востребованная. Ну, да. Вот, и с учетом того, как Александр Анатольевич сказал, что мы имеем преимущество перед частными охранными организациями, то есть, ну, как я вижу, самое главное, это свето-звуковые сигналы и маяки, которые позволяют Люберцы, у нас загруженный город достаточно сейчас, ремонтные работы ведут, своевременно прибыть. То есть, никто этим похвастаться не может сейчас на охранной организации. Ну, то есть, правильно я понимаю, что вот, возвращаясь к этой кнопке, да, так, немножко даже похоже на детективную историю, но все равно это работает, да, потому что, если этого нет, то позвонить, да, вот мы сталкиваемся, да, там, например, то даже по мессенджеру иногда, раз, и нет интернета, ну, мало ли что случилось. То есть, все, ты уже как бы обесточен, то есть, все, а у тебя уже вынесли полмагазина, потом уже, в принципе, можно уже и не вызывать никого, правильно? То есть, эта система работает, но, опять же, насколько преступники, они же тоже иногда пытаются на шаг вперед идти, они же, наверное, знают все эти вещи, то есть, они как-то продумывают, чтобы никто не нажал эту кнопку и так далее. Или какие-то, ну, я понимаю, что мы не все можем рассказывать, но, тем не менее, вы успеваете на шаг раньше преступников идти, или все-таки они иногда могут опережать в своих подходах? У них своя проблема решения, у вас своя. Ну, я вам так скажу, преступники не любят связываться с имуществом, которое находится под охраной. Это, опять же, либо наклеечка висит, либо такие, бик называется, света-маячки, там тоже наклеечка, что полиция охраняется. Когда преступник видит то, что квартира охраняется, он лучше попробует соседнюю. Там, где не висит? Там, где не висит. То есть, тогда мы соседнюю подставляем, получается? Ну, по опыту могу сказать то, что если вот имущественные кражи происходят в квартире, то весь этаж потом приходит к нам весь этаж. Потому что, как сарафан на радио, соседи видят, что экипаж приезжает. Или даже когда ложное срабатывание, ну, бывает. Ну, то есть, ощущение такого защиты, да. Да. Видит, что приехал. Тоже хочу, да, хочу, чтобы меня охраняли. Ну, мы во второй части спросим, насколько это возможно, насколько вы дороги, вот, ваши, скажем так, услуги, и вообще, как это все, насколько можно там на всю жизнь, на месяц, на летний период и так далее. Вопрос к Александру Анатольевичу. Ну, вот, не приведи Господи, случилась такая история. Вы должны вовремя прибыть, ну, как вовремя, по вашим каким-то нормативам, должны вовремя прибыть. Но преступник же понимает, что как только он переступает этот порог, и даже если он знает, что идет охрана, у него есть совсем мало времени для того, чтобы исчезнуть. Но он же может успеть исчезнуть. Вы же все-таки не можете, как это, телепортироваться из одного места в другое. Как это вообще происходит? Скажем так, как показывает опыт, сейчас редко кто на это, скажем так, имеет намерение. Почему? Потому что лет 10 назад, когда технические средства охраны были чуть-чуть похожи, ну, скажем так, современные тому периоду времени, проблема заключалась в чем? Грубо говоря, преступник скрывал дверь, замечал или услышал, как срабатывает прибор. Единственное, что он мог сделать, это схватить какую-нибудь шубу, шапку, которая висела в коридоре. Тоже рядом. Да, и тут же убежать. Ага. Сейчас система технической охраны у нас более современная, более надежная, и более уже продвинутая, соответствует современным требованиям. То есть преступный мир уже об этом знает. И поэтому практически попыток вот таких... Откровенно залезть нет. Вообще нет. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что говорим мы сегодня о вневедомственной охране, и у нас есть повод 70-летия этому, ну, наверное, важному органу, особенно для тех, кто сталкивался с проблемами, связанными с собственным, скажем, автомобилем или квартирой, когда люди приезжали и помогали. Сделаем небольшую паузу и продолжим. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в гостях заместитель начальника Люберецкого отдела вневедомственной охраны, майор полиции Евгений Паперный, и командир батальона Люберецкого отдела вневедомственной охраны, подполковник полиции Александр Анатольевич Тимоховский. Сейчас первый вопрос в этой части. Александр Анатольевич, скажите, вы же, наверное, должны готовиться вот по самым последним параметрам, и те люди, которые у вас, ну, скажем, подчинение в команде реагирования, то есть это же постоянные тренировки, стрельбы и так далее, то есть это почти как вот, ну, полицейские, да, у вас идет подготовка, как это вообще работает? Или как вот Росгвардия, то есть военизированная же структура? Совершенно верно. Поэтому у нас существует такой принцип подготовки сотрудников. Сначала мы берем на службу стажера. В течение трех месяцев мы его смотрим, проверяем. На что он годит, да. После этого мы его направляем на первоначальное обучение. Естественно, это у нас специализированный учебный центр Росгвардии по Москве и Московской области, где, естественно, он проходит обучение боевым приемам борьбы, правовым основам применения оружия, специальных средств. Где можно, где нельзя. Да, согласно требованию нашего нормативного законодательства. Плюс, естественно, он проходит физподготовку определенную, и по окончанию проходят выпускные экзамены. Ну, то есть, это фактически такой и одновременно, и полицейский, и немножко военный. Ну, то есть, все вот эти специальности, потому что, если надо, надо стрелять. Если надо, то и спортсмен, да. Если надо, причем, сделать так, чтобы, ну, грубо говоря, не уничтожить, например, сразу, да, человека, там, ну, преступника предполагаемого, да, мы же должны так говорить, а привести на такой прием, чтобы его обезвредить, а дальше уже будут выяснять, что он отворил. То есть, это всесторонний такой должен быть. Совершенно верно. Плюс еще такой нюанс, что мы берем на службу только от служивших в рядах армии. То есть, просто так с улицы человек не придет к вам. Да. То есть, человек уже подготовленный. Ну, и опять же, еще раз повторюсь, мы его три месяца наблюдаем. Хорошо. А чем лучше тогда этот вопрос уже я адресую Евгению Васильевичу, как начальнику, трудно будет командиру батальона отвечать, который прямо за каждого. Ну, во-первых, чем лучше, например, есть же полиция или там конкретная армейская служба, да, если человек, ну, продолжает в этом, например, почему они к вам-то идут? Что у вас такого хорошего? Или идут те, которых бракуют в полиции и в армии? Это я так немножечко... Утрируйте. Утрируйте, конечно, да. Да нет, но на самом деле, в принципе, равнозначная сейчас структура у нас. Единственное, по численности мы чуть поменьше. Специфика разная. В полиции все-таки... Много вопросов решается. Много вопросов, да. Там цепочка у нас как-то, скажем так, меньше круг. Да, но у вас более узкое направление, но тем не менее направление, которое решается здесь и сейчас. То есть это может, ну, условно, там, не знаю, вы сейчас скажете, насколько часто приходится на выезды ездить, там неделю ничего нет, там бах, и прям такой супер выезд. Вот как часто вообще звенит этот, я не знаю, там, звонок у вас или лампочка мигает? Ну, в среднем на обслуживаемой территории там порядка 30-35 выездов в сутки у нас происходят. Ну, и самые тяжелые дни, это, конечно, с пятницы по понедельник, когда это кафе, пьяные выпившие люди начинают выяснять отношения. А, то есть это те кафе, которые, например, тоже заключили с вами какой-то договор. Да, да, да. Ну, везде, где-то... То есть кражи как-то немножечко ушли, да, все-таки меньше стало. В основном это человеческий фактор, который здесь и сейчас решается. Кражи больше квартиры-дома, то есть клиенты уезжают на зиму домой в квартиры, да, дом стоит открытый, там имущество все это знают, оборудование дорогое, инструменты. Ну, и квартиры также, наоборот, на лето все уезжают на дачу. Да, преступник это все просчитывает заранее, следят, знают, даже могут знать график работы и так далее. А объекты это уже, конечно, больше человеческий фактор. Кто-то что-то кого-то ударил, толкнул. Ну, мы видим, к сожалению, вот часто, да, всевозможные видео задержания и так далее. Иногда это, мне кажется, даже как какая-то такая история, вот, вроде как без этого нельзя. Раньше как-то это все-таки прятали, ну, побили друг друга там мужики, а сейчас же иногда аж доходит до и очень неприятных историй, да, вплоть до летальных исходов. Поэтому тут, конечно, без вас не обойдешься. Мне кажется, что сегодня, наверное, любое, ну, коль мы говорим, предприятие общепита с пятницы по субботу, ну, оно не может вообще без охраны быть. Даже если не поставят самого, там, я не знаю, натренированного человека, все равно он не решит те вопросы. Александр Анатольевич, те люди, которые с вами работают, ну, хорошо, пришел из армии, поучился и так далее, но ведь есть еще психологический фактор, да, когда надо четко знать, что вот в этом случае можно заломать там руки, а в этом случае, может, можно уже и стрелять, не знаю, и так далее. Вот как, вы проводите какую-то работу в таком направлении? Совершенно верно, потому что вот первоначальной подготовкой, когда вот сотрудник к нам пришел, устроился и прошел первоначальную подготовку, это не ограничится. Потому что в течение года у нас проходят определенные занятия по боевой служебной подготовке, по боевым приемам борьбы, физподготовка, огневая подготовка. То есть все это отрабатывается. Плюс у нас проходят практические занятия по налаживанию взаимодействия между сотрудниками, работающими на территории. Вот еще можно добавить, что у нас одной из проблем реагирования по сигналам тревога стали хостелы, где проживают люди совершенно разные по менталитету, по характерам, естественно, по вероисповеданию тоже, к сожалению. Немножко нервная обстановка, денег нет, да, поэтому тоже все это и начинается. Да, и поэтому соответствующая подготовка, мы, скажем так, распределяем личный состав, чтобы опытные, естественно, поднатаскивали менее опытных в этом деле. Плюс реагирование на сложные объекты у нас осуществляется не два человека прибывает, не три, а вот именно несколько экипажей. Потому что ситуация бывает разная, чтобы максимально быстро пресечь противоправные действия, обезопасить граждан и принять дальнейшие меры. Ну и пришло время нам, наверное, Евгений Васильевич Александрович, рассказать нам, кто ваши на сегодняшний день, ну понятно, что список мы не предоставим, но, по крайней мере, как с вами заключается договор и так далее. Потому что все-таки, смотрите, при всем при этом, что неведомственная охрана существует, ну, как мы уже говорили в первой части, очень много так называемых частных агентств, которые тоже предлагают, наверное, какие-то хорошие условия, я уж не знаю. Вот, дачи у меня нет, поэтому я всегда в квартире. Но, тем не менее, могут же случайно зайти и перепутать этаж, правильно? Вот кто является вашими пользователями и как вообще происходит, насколько вы дорого стоите, скажем так, ваше обслуживание? Ну, к счастью, сейчас сигнализация эта доступна, вот, в принципе, по карману любому, особенно квартиры у нас, если можно сумму назвать, всего 237 рублей в месяц стоит абонентская плата. Да, единственное, что установка, мы как сотрудники полиции не занимаемся оборудованием, установкой, но есть специальные тоже от Росгвардии в ГУП охраны организации, которые... Сертифицированы. Да, именно установка. Объекты, конечно, чуть подороже стоят, но и, соответственно, там побольше проблем с ними бывают. Там и добра больше просто, наверное. Да. Ну, и дачи, и гаражи, можно все что угодно. Клиенту... А вот сказали, ну, даже машину можно, то есть она машина, какой-то маячок, что ли, ставить? Да, сейчас это набирает обороты, так скажем, очень популярно становится, особенно кто занимается перевозкой детей, да? Дорожные конфликты очень часто бывают сейчас, народ нервничает. Кто-то кого-то подрезал, кнопочку нажали. Прелесть в том, что даже если выезжать за пределы Люберец, там Раменской, даже за пределы Московской области, у нас есть взаимодействие с Росгвардией, да. А, то есть это идет как бы по команде, да? По команде, да. Есть централизованный пульт, который видят. Если это не наша территория, то мы, соответственно, передаем дальше и реагируем. Но все равно ваш как бы общий пользователь, да, человек, который ваш клиент, скажем так. Да, да, все верно. А что вот, и как это помогает? Вот, например, подрезал, то есть там начинают выяснять отношения, и вдруг в этот момент подъезжает бригада защитников, да, и говорит, кто тут нашлось? Да, ну даже если он не прав, то тогда тут опять же такой момент, нужно как-то разрулить ситуацию, не сразу же колотить там всех подряд, правильно? Вот, но это сразу снимает напряжение, понятно, что под тобой, ну, особенно если это, например, девушка какая-то, да, там, или мама с детьми, вот, это такой важный момент. Хорошо. Ну и квартир на этом, ну, скажем так, частный подход, а вот если говорить о предприятиях, да, о магазинах и так далее, насколько у вас тут выстроена работа? Вы сказали, что подороже. К сожалению или к счастью, не знаю, у нас фиксированный тариф на охрану, есть юридические лица, есть физические. Ага, то есть это уже как бы... Да, и не зависит, это цветочная палатка, либо это банк, да, цена будет одинаковая, это минимально от 4 тысяч рублей, максимально это 16 тысяч стоят услуги охраны. А предприятия тоже разные бывают, если есть сторож какой-то, там, где есть физически кому нажать кнопочку экстренного вызова наряда. И у него рука еще в состоянии ее нажать, потому что разные сторожа бывают, чего же там греха таить? Не будем, да, греха таить. Наверное, сталкивались с такой ситуацией. Конечно, это одна ситуация. А некоторые предприятия, им удобнее, когда они уходят уже с работы, на ночь охранную сигнализацию поставить, чтобы через окна не проникли. Ну, час охраны стоит 21 рубль 74 копейки, а там уже каждый выбирает себе, насколько ему на ночь, на день. Ну вот, хорошо, Александр Анатольевич, вот предположим, система куча... Ну, даже кино какое-то сейчас в голове у меня вертится, всякие там, все горит, все, как в кино показывают, под всякими лучами там пробивается и так далее. Ложные вызовы бывают, когда вы приезжаете в полную, или что-то техника не срабатывает, или кто-то случайно нажал, такие варианты бывают? Конечно, от этого никто не застрахован. Вот, как вы правильно заметили, самой массовой причиной ложных вызовов является неосторожное обращение с той же самой кнопкой тревожной сигнализации. Потому что у нас она... мы сейчас предлагаем не только стационарную, где она конкретно закреплена, есть еще брелки. То есть, как автомобильная сигнализация, человек с ней ходит, в случае необходимости нажимает. Ай, чуть-чуть, ну все, понятно, да. И вот бывают такие ситуации, когда человек на нее сел, приезжался, то есть она срабатывает. Я так иногда машину закрыл, ля-ля-ля-ля, и опять открыл. И потом с утра прихожу, а машина открытая. А, наверное, ну то есть неаккуратность, да? Да, 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 да. Поэтому ребята опять приезжают, проверяют, ну естественно, составляют такт. Ну да, как говорится, вас проверили заодно тоже, да? Совершенно верно. Но с другой стороны, наверное, это удобно, потому что если мы предположим себе такую, опять же, киношную историю, что вот преступники, там то-се, они-то знают, что есть кнопка, но могут не догадаться, например, или не подумать, что кнопка может быть у него в ключах. Так, посадят его, говорят, заводи машину. Он пока машина заведет, вам нажал на кнопочку, да? То есть это тоже такая. Я так понимаю, что, опять же, мы не можем, наверное, о многом рассказывать, вот, хотя и в фильмы это просачивается и так далее. Но вот если мы берем небольшое квадратное помещение, то я так понимаю, что и там нет вот этого сторожа. Сегодня много новых способов, да, как его обезопасить, как дать вам сигнал. Ну, это охранная сигнализация, это то есть... Комплекс. Когда нету никого человека, это на движение, на датчике, там, в принципе, два принципа действия. Может, мышка же пробежалась. Либо на движение, либо на тепло. Современная сигнализация настолько умная, что ли, стала, что... Мышку не заметен. Мышку, ну, надо выбирать датчики. У кого-то большие животные есть, собаки, допустим. То есть уже клиент, подбираем такие датчики, чтобы оно не реагировало сигнализацией. На все подряд, да. На все подряд. А про ложные выезды, интересный случай у нас был, не могу рассказать. Существуют такие брелки с датчиком наклона. То есть рассчитано на что? Там, если кто-то забежал, вдруг ударили охранника, он упал. И были случаи, когда сторож засыпал, падал сам, срабатывала кнопка, приезжает экипаж, он говорит, я ничего не нажимал. Ну вот, я так понимаю, что, конечно же, это очень интересный момент. Все это сделано для того, что, опять же говорю, преступник всегда пытается идти на шаг вперед. И ваша задача как раз, ну, тоже пытаться идти на шаг вперед, уж точно не уступать ему ни в чем. Мы хотим поздравить вас всех с наступающим, сказать, событием. А вы можете обратиться и к своим коллегам, и к своим, так сказать, потребителям вашей службы. Да, ну, в первую очередь, хотелось бы передать большой привет и пожелать долгой плодотворной службы коллегам. И также передать привет клиентам. Мы вас любим, ценим. И мы с вами, да? И мы с вами. Мы на страже, да. Мы на страже. Спасибо огромное. Командир батальона Люберецкого отдела вневедомственной охраны, подполковник полиции Александр Анатольевич Тимоховский, который воспитывает всех этих бойцов, которые в любую минуту могут приехать, даже если у вас просто упал брелок. Вот. Заместитель начальника Люберецкого отдела вневедомственной охраны, майор полиции Евгений Васильевич Поперный, который уже не раз был гостем нашей программы. Всех вас с наступающим юбилеем. Вам хорошей работы. Ну, и если вдруг что-то такое произойдет, чтобы все завершилось и для клиента, и даже для преступника, чтобы все было по закону, и чтобы никто не пострадал, а все ответили по закону. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok